Каждый из вас является специалистом, либо экспертом в своей области. Возможно, вы с этим не согласитесь, но против общественного мнения не попрёшь. Да, договорились. Один из вас, Саша, ты являешься специалистом в области висцеральной терапии. В области хатха-йоги и немножко буддизма. Скромно. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня удивительная встреча с двумя экспертами. Глеб Мазаев и Александр Романен. Расскажите о себе в двух словах, буквально 5-6 предложений, кто, что, чем занимаешься и как ты дошёл до этого образа жизни. Александр. Хорошо. Я занимаюсь в общем и целом здоровьем человека. Здоровьем не только физическим, но и душевным, духовным, поскольку это неотъемлемая часть для меня понятия здоровья. Поэтому, собственно говоря, в этой теме я развиваюсь достаточно долго, больше 10 лет. Практикую висцеральную терапию, практикую различные мануальные техники, в том числе остеопатию, кинезиологию и так далее. Очень много разных методов и плюс знаний применяю в своей практике. Спасибо. Лед. Я занимаюсь хатха-йогой, разным видом физической активности, спортом вообще всю жизнь. Хатха-йогой с 2009 года. И помимо непосредственно хатха-йоги, ещё интересуюсь и восточной философией, в частности, тибетским буддизмом. Спасибо. Отлично. А поскольку у нас всё-таки канал про здоровье, Саша, что для тебя здоровье? И что вот оно значит для тебя? Вот буквально три слова. Здоровье – это? Здоровье – это счастье. Банально, но хорошо, прокатит. Счастья, ну нет, счастья в принципе ничего не добавит, потому что когда человек здоров, он счастлив, а чтобы было здоровье, необходимо несколько составляющих. Как я уже упомянул, что здоровье для меня – это комплексное состояние человека, как физически, так и психически, и духовно. Глеб, что для тебя здоровье? Я, наверное, немножко более утилитарно смотрю, с какой точки зрения. Я, наверное, всё-таки смотрю на здоровье больше с точки зрения физического тела и, может быть, там, психоэмоционального какого-то состояния, не уходя в сторону духовности глубоко. То есть ты их разделяешь? Отчасти. Вот. И для меня, наверное, такое понятие здоровья. Здоровье – это отсутствие болезней, а болезни могут быть как психические, так и, там, эмоциональные какие-то, и, соответственно, и физические. И как следствие здоровье – это состояние недостижимое. К нему стоит стремиться, но оно невозможно. Ну, можно поговорить на эту тему. Ты считаешь, что ты не согласен с этим? У тебя прям так. С точки зрения вот объективной как бы реальности, вот конкретно мы же говорим сейчас о здоровье человека. В этом теле, а с точки зрения, например, восточной философии, по крайней мере, буддистской системы, да, взгляды, тело предполагает себе болезнь. Оно не может не болеть. Интересно, да. И, в принципе, если мы посмотрим, то мы как бы не найдем такого человека, который не болеет вообще, не испытывает каких-либо хотя бы недомоганий. То есть, он может в моменте сейчас не испытывать серьезных каких-то заболеваний, но он обладает телом как потенциалом к этой болезни. И то есть, он сегодня может быть здоров, но в нем есть потенциал в болезни, поэтому он не здоров в абсолютном понимании. Потому что он сегодня вроде бы здоров, но он обладает тем, что имеет в своем потенциале болезнь, и он может быть заболеет завтра. И он не здоров в абсолютном смысле. То есть, тело – это этакий кокон, зерно потенциальной болезни. Да, да. Ну, как бы, например, тот же самый Будда, Шакимуни, одна из четырех благородных истин, да, первая о истине страданий, она говорит о том, что вот есть болезнь, старость и смерть. Это одно из аспектов страданий. Если ты уже родился человеком, то болезнь, старость и смерть будет. Все, и поэтому как бы к здоровью стоит стремиться, потому что это там тело, например, если говорить о здоровье тела, это инструмент, посредством которого мы сами развиваемся и действуем в этом мире. И действуем на благо других, например. И этот инструмент, его нужно обслуживать. Хорошо, давайте, подождите, сейчас уйдем от общего. Что ты конкретно делаешь для всего физического здоровья? Для меня, вот по моему опыту на сегодняшний день, 50% успеха, вот с точки зрения здоровья, это физическая нагрузка. Какая-либо, какая-то физическая активность. Вот то, к чему я пришел, это к тому, что за многие годы, и только утверждаюсь в этом все больше и больше, что физические упражнения способны заменить тысячи лекарств. Ни одно лекарство не способно заменить физические упражнения. И это, наверное, 50% успеха. К этим 50% добавляется питание, добавляется отдых, добавляется массаж, добавляется чтение какой-то полезной литературы, добавляется общение с приятными людьми и получение каких-то таких позитивных эмоций, но не быстрого дофамина. И вот это складывается в совокупности в здоровье. Но на мой взгляд, вот все-таки, по моему опыту, упражнений очень много значит. Согласен абсолютно, если с точки зрения физиологии рассматривать, даже элементарно на уровне кровоснабжения. Вот говорят, что массаж улучшает кровоснабжение и помогает, соответственно, вернуть функциональность какой-либо ткани, органа, к примеру. То есть, если висцеральная терапия, брать его внимание. Но приблизительные цифры такие. При массаже кровоснабжение улучшается на 30%. А при физической нагрузке, физических упражнениях на 80%. То есть, все физиологии. Все на дорожку. Все на дорожку. Все на дорожку. Ну, и априори, да, и априори, как бы подавляющее большинство людей не могут себе позволить каждый день заниматься тем, что идти на массаж. Но человек может себе позволить 3-4 раза в неделю хотя бы какую-то физическую нагрузку получать. Хотя бы элементарная гимнастика по утрам или вечерам, это уже хорошо. Как у нас говорила акушерка, на курсах позорные 10 тысяч шагов, каждый должен ухаживать. Так, следующий у нас вопрос. Можно еще? Данный момент, как раз Глеб говорил про то, что априори, да, человек рождается, будет болезнь, будет старость и смерть, в конце концов. Но вот если брать немножко, да, опять же, к философии вернуться, у меня достаточно много было пациентов через мои руки прошло. И вот, например, как-то обратилась ко мне мама, она принесла на руках, можно сказать, девочку. Девочка попала в аварию. Очень тяжелая ситуация, тяжелая история. Закончилась она успешно. Мы ее восстановили. Она пошла сама, все замечательно. И в конце она мне говорит о том, что, Александр, я вот поняла, что это мне не за что-то было дано. Это мне было дано для чего-то. Болезнь имеется в виду, да. То есть вот это страдание или вот это испытание для человека дается в конце концов, чтобы он чего-то достиг, наверное, да. Или что-то изменил в себе. Ну, это не противоречит тому, о чем вы говорили, потому что с точки зрения того же самого буддизма, они не говорится, что это тебе дается для чего-то, например. Но есть такой момент, что когда ты с ним сталкиваешься, это для некоторых людей может быть поводом для того, чтобы впасть в апатию, депрессию и так далее. А для кого-то это может стать поводом для каких-то реализаций и для того, чтобы стать мудрее. То есть через это что-то осознать, понять и как-то по-другому начать двигаться и воспринимать мир, реальность себя и других людей. Хорошо. Саша, а ты что делаешь за свое здоровье? О, интересно. Ну, в первую очередь, если брать физические моменты, то, конечно же, мы, опять же, в семье применяем различные виды БАДов. То есть какие-то добавки, помимо стремления к какому-то более-менее здоровому питанию. Это различные биодобавки в виде витаминов, минералов. Ну и, конечно, опять же, физические упражнения, которые дают действительно большой прилив сил и большое количество энергии для организма, для того, чтобы он справился с какими-то недугами, типа просто слабость. Банально, усталость хроническая, она вымывается, физическая нагрузка. Давайте так, топ-3 БАДа для среднестатистического человека. Даже тебя, да? Омега-3. Я понял, я понял. Давай. Три мало, но тем не менее. Ну давай, ты можешь. Топ-3. Йод. Органический йод. Витамин D. Пожалуй, магний. Ну вот магний мне недавно тоже, я общался с одним специалистом с медицинским образованием. Он говорил, что магний можно пить всем подряд, просто потому что с вероятностью 95% у человека будет недостаток магния. Да. Редко у кого он может быть. В этом плане на самом деле витамин D точно так же. Сколько бы пациентов не сдавали анализы, у всех он пониженный. Как ни крути, здесь только нюанс. Мы вот сейчас находимся, да, в Турции, пожалуйста, солнце. Десять дней ты загораешь, десять дней ты получаешь солнечные ванны на открытое тело. Твой организм берет витамины D достаточно неплохо, хорошо. Но два нюанса. Через два месяца он упадет, снизится. И как только твой загар лег хорошим шоколадным цветом, через какое-то время витамин D понижается в выработке. То есть он перестает вырабатывать в том количестве, как в самом начале отпуска. Такой нюанс. Как часто нужно ездить в Турцию? Живем здесь, переезжаем. Переезжаем. Вот вы подняли вопрос насчет БАДов и питания. Глеб, ты вегетарианец? Я вегетарианец, но я не строгий вегетарианец. То есть я длительное время был строго вегетарианцем. Я не вегетарианец в этом смысле для людей, кто будет смотреть. Потому что я какое-то время строго питался вегетарианцем, а сейчас я как бы стремлюсь ее придерживаться, но по факту я не придерживаюсь. То есть по факту где-то там в разъездах могу там что-то съесть. И у меня образ жизни связан с постоянными переездами. Я живу там часть времени в Тюмени, часть времени в Москве, часть времени в горах, в Непале и так далее. Хорошо, вставь ты пять копеек по поводу вегетарианства. Вегетарианство, это большая тема для меня, в принципе, она болезненна, это достаточно. Потому что у меня к тебе даже вопрос такой. Когда у тебя есть время на то, чтобы соблюдать, будем так говорить, соблюдать вегетарианство, следовать вот этому направлению. Замечаешь ли ты какие-то изменения, может положительные, а может быть отрицательные в своем организме? Это не сразу вегетарианство, да? Я, ну в смысле, я... То есть ты же не всегда был им? Ну, конечно, не всегда им был. И когда я становился вегетарианцем, то есть это было сложно, как следить. То есть в какой-то момент там есть, безусловно, ощущение, что там какая-то легкость появляется. Но это тоже ощущение, оно такое спорное довольно-таки, да? Позитивно оно или не позитивно, и какое оно. Вот. Я сам не очень люблю эту тему, просто потому что, ну потому что очень много копий, они сломаны. И я знаю, ну вот в реальности просто конкретных примеров людей, которые по внешним, по крайней мере, показателям, прекрасно себя чувствуют. Там хорошие физические показатели, нагрузки, и они при этом там вегетарианцы. И я знаю огромное количество тут же примеров, когда там, ну особенно девочки, когда там железо упало, жить не хочется, все упало. И в общем там ферритин, и вот это вот все. И человек возвращается к тому, что в каком-то объеме начинает снова есть мясо, плюс там медикаментозно восстанавливает железо, и им становится лучше. И возникает как бы, вот, как бы можно приводить кучу исследований, а вот конкретный пример. Вот человек там в своей обычной жизни пытается придерживаться вегетарианства, но в результате это приводит вот к таким сложным как бы показателям. И это просто, ладно бы это был один кейс. Нет, таких много людей в том-то и дело. И можно было бы сказать, что вот у нее конкретно там, она не соблюдала нормальное питание, не сбалансировано. А эта кейс же большой, очень большая, много таких примеров. И поэтому вот я, честно, не люблю эту тему, потому что она вот такая, как бы скользкая. Мы вторгаемся в вопрос около там философский, этический. И как всегда там, кто людей будет смотреть, найдутся конкретные примеры, которые скажут, а я 10 лет, чистое вегетарианство, и у меня все прекрасно, и я сдавал анализы. А найдутся примеры, которые вот так. И вот я не знаю, честно. Есть какая-то статистика медицинская? Ну, то есть понятно, что каждый организм индивидуален. И у каждого микробиом кишечника он тоже уникален. И там куча можно всяких добавить остальных замечаний. Я думаю, что сейчас конкретной статистики нет, не существует, к сожалению. Но то, что я могу сказать, исходя опять же из наблюдений в своей профессиональной деятельности, те люди, которые ко мне приходили на семинары и на непосредственно приемы, и они были вегетарианцами или веганами, вот из 100% таких людей, 1-2% максимум, которые чувствовали себя хорошо, и у них всё было в порядке. У остальных были какие-либо нарушения, да, то есть это всё равно... Вопрос времени. Да, вопрос времени, да, но всё-таки пока на данный момент времени, опять же, да, это сложный вопрос, правильно Глеб сказал, потому что я всем своим пациентам говорю, и студентам тоже, вегетарианство или веганство – это очень сложно, это очень энерго, и время затратно, и это очень дорого. Правильное вегетарианство. Ну ладно. Нет, ну, пожалуйста, вставь свой препятствий. Нет, ну, правильно, если я правильно понимаю, Саша, я имею в виду то, что тебе нужно следить, сдавать анализ, следить за разными показателями. Плюс БАДа принимать. И перечень БАДов, которые ты будешь пить, он, скорее всего, вырастет, потому что, как минимум, там, если ты веган, нужно точно следить за B12, все там знают, и камни сломали, и копия сломали про эту тему, и, естественно, железо, как минимум, ну, и плюс какие-то другие вещи. Просто, видишь, у меня, например, как я еще к этому отношусь, в силу того, что ко мне люди приходят немножко с другими запросами, не как к тебе, у меня-то просто вопрос не стоит в том, что я должен давать людям какую-то точку зрения по этому поводу. Я обычно ничего вообще не говорю на эту тему, потому что в моем случае я просто оставляю это на выбор конкретного человека. То есть я никому никогда не навязываю, там, даже когда я был прям строгим-строгим вегетарианцем сам, я никому никогда не навязываю с точки зрения. Ну, по крайней мере, может быть, может быть. Да, обычно достаточно. Но я никогда не был веганом, да, у меня всегда была молочка и всегда яйца. То есть я всегда ел и то, и то. Ну, яйца – это просто идеальный продукт для меня. Это просто самый любимый. Тут еще как бы там на самом деле еще всегда возникает там камень-критовение по поводу формулировок, потому что там одни вегетарианцы того, кто ест яйца, не назовут вегетарианцем, потому что он ест яйца. Веганы там вообще кто-то ест мед, кто-то не ест мед даже. Ну, опасность, наверное, в современном все-таки реалии вот этого вегетарианства и веганства, что это тенденция, это современная тенденция, модная, это трендовость определенная. И зачастую люди входят в это неосознанно, не понимая вообще, что это и для чего это. Даже якобы они преследуют благие философские какие-то намерения. Например, я не буду носить кожу. Ну да, я не буду носить кожу, я не буду есть животных, потому что они страдают от этого, люди их убивают и так далее. То есть это все, с моей точки зрения, это некорректно рассматривали только вот однобоко. Это все-таки нужно смотреть в неком комплексе, тем более с моей точки зрения, как специалиста по здоровью. Ну, то есть твое резюме. Например, вот приходит ко мне семья. У них трое детей, две девочки и мальчик. Это было в Германии. Значит, девочка дружит, старшая дружит с мальчиком, семья которой полностью веганы. Начали там, ну, то есть не перешли на сыроедение, да. И она начала тоже к этому приближаться и все-таки вступила на эту дорожку. На кольский путь. Будем так говорить. Ей 19 лет. Что происходит? Гормональная система сразу за год сгорает, ну, как сгорает условно, да, говоря, и прекращаются все процессы, ну, в плане, скажем так, циклических гормональных изменений в организме девушки. Все. Вот. Печально, печально. А она просто вот последовала вот, да, все, не буду категорически. Ну, а если человек при этом себя хорошо чувствует? Ну, вот тоже, как Клеб сказал, что это... Подождите, я... Хорошо, давайте, нет, я вот прям лично про себя говорю. Я не ела ни мяса, ни молочку, то есть и до сих пор у меня... Сыр кушаешь? Сыр кушаешь. Сыр, это сейчас. То есть тогда у меня не было, то есть не было ни яйца, ничего не было, да, то есть этого не... Я при этом себя прекрасно чувствовала, у меня анализы были в норме, причем, когда я ела мясо, у меня гемоглобил был ниже, чем когда я перестала его есть. И я себя великолепно чувствовала, все было замечательно. Опять же, это к вопросу о том, что это все индивидуально. Ну, подожди, вот продолжая тему, буквально недавно, тоже общаясь, случайно зашел разговор на эту тему, и, допустим, если мы говорим о человеке, который родился в холодном климате, и его предки жили в холодном климате, в котором зимой нету овощей, и они ели мясо, и ты рождаешься в теле, которое генетически, ну, из поколения было адаптировано к этому. Или мы берем условных тех же самых индусов, которые... Нет, я конкретно про себя говорю, тут на севере. Ну да, ну то есть, и там, например, люди из поколения в поколение, там, вегетарианцы. Ну, это же, подождите, то есть, вегетарианство и здоровье, это разные вещи. Все-таки, если мы возьмем даже среднестатистического индуса, он будет вегетарианец, но это не равно, что он здоровый. Ну, во-первых, вегетарианец, там, протокнотов, может быть, 40, наверное. Ну, я к тому, что они все равно нездоровы, то есть, даже если на них внешне посмотреть, это там без комментариев. Ну, все-таки, наверное, резюмирую, вот это все. Все индивидуально. Да, все индивидуально, но тенденции сейчас показывают такое, что вот люди, когда приходят неосознанно, еще раз, к сожалению, вредят своему здоровью более чем, если бы они оставались на обычном питании. Хорошо. Да. Окей. У нас вот как раз недавно закончилась тема стресса, мы ее раскручивали и обсасывали со всех сторон. Вот сейчас я вам тоже хочу задать вопросы по поводу стресса, инструментов. И что вы делаете, вот ты сталкиваешься с стрессом, какая-то ахова ситуация. То есть, как ты справляешься со стрессом? Для меня был очень интересный опыт, вообще, скажем так, чувствования себя в этот момент стресса. Когда, понятно, был какой-то промежуток жизни моей, когда не было возможности это осознать и понять, что это стресс, да, и разобраться в этом досконально, вот физиологически, психически, мысленно и так далее. Естественно, он показывал влияние большое, но наступил такой момент времени, и когда, наверное, это послужило толчком, большие изменения в моей жизни и физически, и так далее, послужили толчком к тому, чтобы я научился отслеживать, именно смотреть на стресс со стороны. То есть, он случается, я испытываю эмоции, начинаю вскипать, к примеру, да, что-то вот такое, сердце начинает колотить. В этот момент, если замереть и просто так, стоп, сейчас что происходит во мне, какие мысли у меня в этот момент, что я чувствую, как я себя чувствую, я наблюдаю, потом, я вспоминаю что-то хорошее, банально, но тем не менее, это работает у меня. Я вспоминаю что-то хорошее, что-то позитивное, да, и это наслаивается на то, что я чувствовал в момент стресса. Это не какая-то идеальная ситуация, бывают какие-то ситуации, когда не идеально, и ты не можешь отследить вот это так, подожди, мне нужно сделать, я стою над пропастью, но мне нужно сделать шаг назад, нет, когда вот ты прям бабахнулся туда, Вот когда бабахнулся туда. Что ты делаешь? Главное, ты же быстро из этого выйти, правильно? А вот чтобы быстро из этого выйти, потом вот, да, всё, значит, произошло. Останавливаешься всё-таки, да, в какой-то момент делаешь выдох, и, опять же, возвращаешься в нормальное состояние, вспоминаешь его, просто именно память работает, как мышечная память есть, вот точно так же нервная память. Я вспоминаю, как это было до моего стресса, и, соответственно, оно заменяется. Ну, сейчас ты говоришь про острый стресс, когда вот прям какая-то острая ситуация. Даже когда хронический, то есть когда стресс более длительный во времени, да, конечно, это более серьёзное, влияющее, скажем так, состояние на организм, на его здоровье, то здесь приходится более длительно точно так же работать, да, возвращая себя в какую-то изначальную точку опоры. Вот для меня так. Хорошо, Глеб, а у тебя? Как ты совладаешь со стрессом вот в своей жизни каждый день? Я для себя вообще терминологически разделяю такое понятие, как стресс и хронический стресс. И когда люди говорят о стрессе в негативной коннотации, они подразумевают хронический стресс, чаще всего. Я не отношусь к стрессу как к чему-то плохому, потому что стресс – это нормальная физиологическая, как бы, ситуация, да. Мы оказались в ситуации, в которой организм воспринимает потенциальный риск жизнедеятельности, да. И у него возникает реакция «бей» или «беги». Вот, и это нормальная реакция. Если бы у нас этой реакции не было, мы бы как бы не дожили бы, да, вот чисто генетически наши бы гены не передались бы. И вообще вот одна из таких идей с точки зрения этологии именно вот эволюционного процесса, что как бы именно те особи, которые были самые тревожные, именно они передавали гены. И поэтому нам, мы получили, как бы мы это тело обрели по рождению, а ему свойственна вот эта вот некая условная тревожность. И когда, допустим, утром я просыпаюсь и осознаю, что я забыл про какую-то встречу, или, например, про утренний рейс, и мне нужно резко собраться, и у меня возникает стресс, и я в резкий всплеск адреналинчика, я начал быстро собираться. Но что плохого в этом? Ну, ты сейчас говоришь про стресс, это хороший стресс. Это стресс хороший. Я ничего плохого в нем не вижу, потому что плохо, на мой взгляд, это как раз ситуация, когда я из этого стресса не могу переключиться в состояние нормальное. Выдохнуть. Да, выдохнуть. И если говорить о именно хроническом стрессе, вот как с ним работать, опять же, снова адекватная физическая нагрузка, потому что ты встал на коврик, ты пошел в тренажерный зал, ты поподнимал гирю, что-то поддел, какая-то гимнастика. Я своим студентам таким примитивным языком это объясняю, как отреагировать на уровни мышц стресс. То есть у тебя возник стресс, это реакция бежать или сражаться, а ты не бежишь и не сражаешься, а ты сидишь на месте и смотришь в телефон или что-то еще делаешь. Если ты встал на коврик или пошел в зал, и ты как раз подвигался, то ты мышцам дал возможность побежать или посражаться, отработать гормоны, отработать глюкозу, которая выбросилась в кровь. Это такой как бы один из способов. Другой момент, понятно, что я как человек, который занимается медитацией, я применяю некоторые приемы, как ты, Саша, говоришь. То есть я могу посмотреть со стороны на это состояние. Я понимаю, опять же, я себе объясняю, что хорошие какие-то условно моменты в жизни заканчиваются, плохие моменты в жизни тоже заканчиваются. Вот сейчас я нахожусь в состоянии стресса. Но я же уже находился в состоянии стресса когда-то. Он же прошел, прошел, он сейчас пройдет в какой-то момент. Плюс, конечно, мне, как человеку, который интересуется йогой, интересуется буддизмом, и понятно, что ты глобально изучая вот эту философию, ты, в принципе, меняешь отношение глобально к жизни. Ну тогда, хорошо. Еще есть что-то, что бы ты хотел добавить? У меня есть вопрос такой. То есть, да, я тоже практикую медитацию, может, настолько, насколько бы хотелось бы качественно, но тем не менее, я рекомендую иногда своим пациентам, клиентам, применять эту технику. У меня к тебе вопрос. Вот для начинающего, вообще для человека, который не знает, что это про медитацию, как бы ты посоветовал подойти к этому вопросу и начать вот с чего? Я обычно смотрю на то, какой конкретно запрос у человека, в том смысле, что вот он что хочет? Ему нужно сейчас просто какой-то способ самонаблюдения и расслабления, или ему нужно, либо он хочет изучать медитацию, как некий путь. Я, исходя из разных задач, даю разные советы, потому что иногда люди, которые хотят медитацию, как вот работа с мешающими эмоциями, как некий такой путь, я чаще всего могу даже посоветовать начать медитацию на любовь и сочувствие. То есть, мета-медитация, можно легко найти в интернете, или медитация на любовь и сочувствие, можно тоже легко найти в интернете. Это практики, которые чаще всего, в среднем, людям понять, эти практики дают, условно дают чуть больше, чуть более быстрый результат, и это вдохновляет людей. Они быстрее увидят какие-то изменения. Но на самом деле, человек, который неподготовленный, многим это такой хороший вход. А если речь идет о том, что нужен какой-то инструмент, такой просто метакогнитивный навык, то есть, наблюдение за умом и так далее, я на самом деле чаще рекомендую пранаяму. Дыхание, вот. Да, потому что, несмотря на то, что я-то сам за медитацию, но я понимаю, что человеку дашь какой-то вариант медитации, например, техники наблюдения за дыханием. Многие знают, а на панасате, шамадха наблюдение за дыханием. Как показывает опыт, человек должен быть очень сильно усердным и вдохновленным, чтобы начать ее практиковать и не бросить. Потому что она такая... Нарабатывающая, да? Непростая в этом плане, да? А если ему дать какую-нибудь дыхательную технику, допустим, там, шипящее дыхание через нос с акцентом на живот, диафрагмальное, оно будет активно влиять на парасимпатику, оно будет успокаивать. Человек, практикуя вечером, он будет лучше спать, поможет в моменте справиться с стрессом. И там буквально, там часто в 10 минут хватает подышать, и будет какой-то там эффект, результат. Если у человека носовые ходы готовы, Нади Шодана вообще прекрасно. Поочередное дыхание ноздрями. Очень классно работают, успокаивающе. И там многие люди, там, 10 минут подышал, уже всё, он уже спит. Хорошо, да. Парасимпатика сработала. Я думаю, что если есть желание у вас, допустим, чтобы мы показали видео, как правильно дышать, и разные дыхательные гимнастики, простым языком говоря, то напишите в комментариях это. Всё, у меня вопросов нет. Хорошо. Давайте ещё немножечко так, это, завершающее, но отойдём от темы здоровья. Всё-таки у нас живое общение, а я люблю всегда провокации. Вот, Глеб, вот если бы ты мог изменить три вещи в этой жизни, что бы ты сделал? В своей или в мире? В мире давай, глобально. Чё уж мелочиться. Это вот, видишь, вопрос, ну, ты права, что он провокационный, потому что, безусловно, конечно, хотелось бы, чтобы там в этом мире не было страдания в разных его формах, чтобы там твои родные были здоровы, счастливы и так далее, и тому подобное. Но это не объективно. Ну, то есть, это как бы вот такие мечтания, они хорошие, как устремления. Мы в контексте буддизма есть такая, как бы, идея, да, в контексте буддизма Махаяна. Я практикую на благо всех живых существ. И я желаю, чтобы все живые существа стали свободны от страданий, причин страдания, обрели счастья и причины для счастья. Я желаю, чтобы там все живые существа освободились из сансары, чтобы сансара опустела и так далее. И это хорошее устремление. То есть, я, например, этого желаю. Я бы этого хотел. Но это важно как внутреннее устремление. При этом, там, высокого уровня мастера, серьезно, они при этом скажут, желай этого. Стремись к этому, делай что-то для этого. Но это не наступит. Но что-то же это все равно меняет, как ты, как единица, да? Это меняет в том-то и дело, что меняет это тебя. Это меняет тебя, и вокруг это все меняется, правильно? То есть, большое начинается с малого. Поэтому, видишь, получается такая история, что с одной стороны, да, там, я бы хотел бы, чтобы, там, может быть, родные были здоровы и счастливы, чтобы в этом мире не было войн и тому подобное. Но принципиально этот момент все равно сводится. Вот реальность заключается в том, что, меняясь сам внутренне, если, вот это слово люди часто опускают и не обращают на него внимания, если ты сможешь измениться сам, а это кардинально сложно, невероятно сложно, невообразимо сложно. Вообще люди меняются или нет? Меняются. Давайте, если заменим на когда. С точки зрения буддизма, да, но в основном нет, но иногда да. Ну, то есть, кардинально человек не меняется в плане того, что он, меняется его работа, меняется его семейное положение, меняется его благосостояние, меняется его физический какой-то уровень подготовки. Но внутренний человек кардинально не меняется с точки зрения того, что он продолжает жить, влеком и тенденциями неведения, гнева, ненависти и разных страстей. И просто меняются объекты этого гнева, страстей и неведения. А глобально это не меняется. И редчайший человек, который в рамках этой жизни может это хоть сколько-то изменить и поменять эту тенденцию. То, что тенденция эта, она такая, отчасти губительная, что ли, в том плане, что мой учитель, например, говорит так, он говорит о том, что вот эта практика внутреннего изменения, трансформации, подобно тому, как если бы мы катили в гору камень. В гору его катить очень тяжело, стоит его отпустить, а вниз он скатывается обратно очень легко. И поэтому к твоему вопросу, с одной стороны, да, хотелось бы, чтобы этот мир изменился в плане, люди стали чуть более внимательными и терпимыми по отношению друг к другу. Но если смотреть честно и объективно на эти вещи и понимать, что вот такие пожелания, они, ну, абстракт. Саша, ну, как говорит у меня психотерапевт, давайте на уровне просто психологического бреда. Вот, то есть, вот три вещи, вот просто, вот на уровне бреда. Вот, то есть, нет войны, чтобы не было, чтобы люди были счастливы. Чтобы люди стали более внимательными и терпимыми друг к другу. То есть, чтобы мы могли внимательнее относиться там к чувствам других людей, начиная с себя, затем с родных и близких и дальше. Спасибо. Вот прозвучала фраза про яда, про клеши, да, про гнев и все остальное. Назови три черты, которые ты хотел бы в себе изменить. Так, это провокация. Нормально, у меня сейчас нормально было. С намеком причем. С таким конкретным. Нет, ну, потому что это взаимосвязано. То есть, как раз изменяем себя, изменяем мир. Нет, ну, на самом деле, я бы все-таки хотел достичь более хороших результатов. Серьезных, точнее, результатов. Не таких маленьких, как у меня сейчас, а более серьезных результатов как раз-таки в... в ответ на реакции на что-либо мне ненравящееся. Вот если бы так сказать, да. То есть, перестать... Быть терпимее, да, как сказал Глеб. Быть менее реактивным. Быть менее реактивным, быть более пластичным. Да. Еще более пластичным. Иметь возможность беспричинно, бескорыстно, наверное, отдавать чистую любовь людям. Чистую любовь людям. Чтобы ты хотела изменить. В себе? Да. Вот научиться этому, научиться бескорыстно и чисто, беспричинно отдавать любовь. Хорошо. Еще одна. Ну что, прям гнев, эгоизм, вообще вот тебе нам ничего-то не чуждо. Нет, конечно. Так все очень банально. Такой набор. Ну, конечно, да, справиться с обычными вот этими низшими чувствами и реакциями. Хорошо. Спасибо вам за ваше время. Спасибо, Глеб. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Александр. Можно, Саша? Ну, честно. Там, что, я не знаю, давайте там... Если это видео наберет... Да, если это... Три миллиона просмотров и 200 лайков. 100 тысяч лайков дает, так сколько. Мы вам это... Мы вам покажем про наямы, да? Нет, мы вам покажем, как Саша очистился. Ну, хорошо. Спасибо большое. Здоровья. До новых встреч, друзья.